Если вы давно хотели завести себе котёнка, но не имеете возможности из-за аллергии, отсутствия места и каких-либо иных причин, у природы есть для вас миниатюрная альтернатива из мира насекомых. Вот этот безумно симпатичный жук может стать почти равноценной заменой. Он очень похож на котика. Смотрите сами. Вот так этот жук умывается, потирая мордочку и усики своими лапками. Вот так трясёт хвостом, когда что-то сильно не нравится. А вот так веселится и играет с другими жуками. Маленький, но очень шустрый, покрытый шёрсткой, не вызывающей аллергии. И разумеется, как любой настоящий кот, это отважный хищник. Мышь он вряд ли поймает, но сопоставимую по размерам добычу можно считать заменой. Благодаря пёстрой яркой окраске жук получил название великолепного стафелина. Познакомимся с ним подробнее в данном видеоролике. Для начала поговорим о стафелинах в широком смысле. С точки зрения систематики, это огромное семейство, насчитывающее больше 60 тысяч видов. Из них больше двух тысяч можно найти на территории России. Однако, несмотря на повсеместное распространение, людям на глаза стафелины попадаются нечасто, так как выбирают они всевозможные тихие укрытия в лесной подстилке, в помёте, в телах погибших животных, в грибах, в птичьих гнёздах, в муравейниках, под корой и так далее. Большинство стафелинов – хищники и падальщики. А все обозначенные места характерны наличием подходящей добычи, вроде мягких личинок других насекомых. Но всё же бывают и виды, питающиеся растительной пищей. Вторая черта, характерная для большинства стафелинов – это сильно укороченные надкрылья, из-под которых торчит гибкая брюшка. У большинства жуков, даже не летающих, надкрылья полностью закрывают брюшко сверху, представляя собой прочную хитиновую защиту. Стафелины избавились от такой защиты ради гибкости и подвижности, а их брюшко само по себе стало сверху достаточно твёрдым. За такую особенность семейство получило второе название – коротконадкрылые жуки. Тем не менее, под коротенькими надкрыльями спрятаны довольно крупные полноценные летательные крылья. Для того, чтобы умещаться в столь малом пространстве, крылья в состоянии покоя сворачиваются в несколько слоёв под разными углами. Система складывания довольно сложная в сравнении с другими жуками, и для того, чтобы она сработала как надо, нередко приходится помогать движениями брюшка. Великолепный стафелин – это один из самых крупных представителей в своей группе, достигающий длины тела около 2 сантиметров. Большинство стафелинов имеет значительно меньшие размеры. Сектор крупных хищных жуков, размер которых можно измерять в сантиметрах, преимущественно занят жужелицами. Однако некоторые стафелины решили вступить с ними в конкуренцию, и герой нашего ролика стал одним из самых успешных. Он встречается в различных лесных массивах, вплоть до городских рощ и парков, где прячется под камнями, в трухлявой древесине и в сухой листве. Добычей могут стать самые разные беспозвоночные. Другие жуки послабее, мягкие личинки, пауки, многоножки, слизни, дождевые черви. Сильный и агрессивный жук нападает на всех, с кем может справиться. В том числе пищей могут стать и другие виды стафелинов. Вот сейчас вы видите как раз такой случай. Великолепный стафелин схватил более мелкого вонючего, встречающегося вместе с ним в одних и тех же условиях. Несмотря на то, что само название «вонючей» закрепилось засородичем черного цвета, к великолепному стафелину оно тоже могло бы иметь отношение. Оба вида при опасности способны выделять жидкость с неприятным запахом. Правда, как вы сами видите, от ближайших родственников она не спасает и предназначена для хищников покрупнее. Челюсти также могут стать защитой от более крупных хищников. Для человека жук не представляет существенной опасности, но вцепиться в кожу вполне способен. Кроме того, потревоженный жук принимает особую угрожающую позу, широко раскрывая челюсти, поднимая брюшко вверх и иногда потряхивая им. Вместе с яркой окраской, явно несущей тот же смысл, что у ос и пчёл, угрожающая поза становится особенно эффектна. Разве что ядовитого жала в данном случае нет. Только обычные челюсти, причём для нас не особенно опасные. Вцепившийся в палец жук лишь иногда прокусывает кожу, Однако, обладая завидным упорством, он может очень долго держаться и не выпускать палец до тех пор, пока не отпустишь на землю. Великолепный стафелин довольно прост в содержании и интересен в наблюдении. Для содержания подойдёт совсем небольшой объём, вроде стеклянной банки. Главное не забыть прикрыть сверху. В противном случае, рано или поздно, жук сможет вылететь. Особенно часто это случается на ярком освещении. При содержании в затемнённых условиях, попыток летать будет значительно меньше. На дно выбранной банки следует положить землю толщиной не меньше нескольких сантиметров и периодически опрыскивать, поддерживая в слегка влажном состоянии. Также необходимо добавить укрытие. Камешки, кусочки коры или что-то ещё в этом духе. Под укрытие межук сделает себе небольшую норку, где и станет прятаться. Великолепные стафелины – это одиночки, но в неволе несколько жуков вполне способны ужиться вместе. Они будут регулярно драться друг с другом при встрече, а также активно вырывать друг у друга добычу. Однако в большинстве случаев не смогут нанести собратьям сильного вреда. За исключением ослабленных особей. Судя по всему, жуки неплохо приспособились к укусам сородичей, что может быть особенно важно во время спаривания. Самки, как правило, крупнее и агрессивнее, а самцу приходится драться с дамой сердца за право спариться. В полубарьбы рано или поздно самец закрепляется на спине самки при помощи челюстей, после чего и происходит спаривание. Именно драки делают великолепных стафелинов любопытными для наблюдения питомцами, поэтому заводить сразу несколько жуков может быть намного интереснее, чем одного. Хотя даже одинокий жук устраивает из своей охоты зрелищное побоище. Для него вполне характерно сначала напасть, а уже потом в полубарьбы разбираться, получится ли одолеть свою жертву. Поэтому жук может нападать на довольно крупную добычу. Первое время он бегает вокруг и присматривается, но рано или поздно обязательно бросается в бой. Жук может активно кувыркаться вместе со своей жертвой в попытках разорвать её на части. Если к трапезе присоединятся другие жуки, начинаются догонялки и активное перетягивание каната. В искусственных условиях можно давать жукам практически любых доступных насекомых, вроде тараканов, сверчков и опарыша. Дождевые черви также подойдут. Взрослый жук способен прожить в неволе около года. Разводить их и выращивать из личинок я не пробовал, но теоретически не считаю трудной задачей, так как и взрослые жуки, их личинки живут в одинаковых условиях, питаясь одинаковой добычей. Вот только взрослый стафелин без проблем съест собственных личинок, да и сами личинки наверняка будут охотиться друг на друга, поэтому их придётся рассаживать поодиночке. Вот такой это чудесный и членистоногий котик. Маленький и яркий. Если вам понравился видеоролик, не забудьте поддержать его лайком и комментариями. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео про интересных животных и не только. Спасибо за внимание. Добра и удачи, дорогие друзья. Добра и удачи, дорогие друзья. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...